девочки привет привет дорогие мои подписчики гости моего канала и все все кто зашел посмотреть на мой канал всем всем привет и спасибо так я начинаю своему банк у меня сегодня как всегда рис с водичкой и это самая жареная лохта ой семга короче семга форель где там или как она так попились соку так ну начнем два дня у нас было холодно всего два дня сегодня утром посмотрели опять 6 градусов минус 6 зимы вообще никакой так забыла себе взять посудину под косточки рыбка обалденная кусочек только маленький попробовала уже так вкусно пока в углу осторожнее он беспокоит за него он привык чтобы без костей а я-то жарю там не убираю еще косточек как обычно мы жарим там это кайки погода хорошая когда тепло так сразу радостно и сегодня ездили в магазин поэтому опять не сходили на стадион все будет потом магазин поехали хлеба купили там татьяна ким вы мне написали что я не ответила на ваш вопрос на сразу тут я вторым ваш вопрос выписала я же начала здесь а потом перешла на на телефон на планшет и забыла ну как он у меня это само татьяна вы спрашиваете есть поблизости русская русскоязычные знакомые часто общаетесь и какая атмосфера так поблизости вот как поблизости поблизости нету нет у меня есть и так недалеко от нас живет ну через пару километров пару или три километра одежде как то вот так вот все живут вот так вот чтобы прямо рядом нету чтобы это самое ну она молодая и там 30 лет кажется 30 30 маленьким ну мы очень редко общаемся с ней потому что как бы она приезжает ко мне ну можно сказать в месяц раз чай попить утром вот так ненадолго наскакивает а у нас не получается никак к ней она нас зовет на пару раз мы к ней ходили ну так получилось что не получилось нормально так пообщаться вот поэтому ну что молодые есть молодые конечно я бы не против например была чтобы мы общались вот так друг другу гости ходили ну и мне интересно с нами конечно я их тоже понимаю а так вот взрослых нет таких вот ну и по возрасту там приблизительно рядом так вообще в Финляндии есть с кем я общаюсь да но друг другу не ходим вообще здесь потому что не принято ходить как-то ну и мы я по первому все парила хотела вот создать там не получается в общем такая обстановка здесь сами финны не дружат вот так а эти женщины замужем и получается что такой дружбы не организуется хотя чтобы как у нас друг другу в гости прийти посидеть угоститься выпить вот знаете пообщаться повеселиться нету здесь такого поэтому вот так как-то обстановка такая потому что менталитет финнов они в гости не ходят они ну редко редко когда ну в основном даже вот на какие-то такие мероприятия там где-то цирк где-то чё-то да они сами по себе каждый ходит каждая семья если чё-то ну в принципе я ответила если что-то вам непонятно можете спрашивать тише так пойдем по комментариям уже чтобы пойти по комментариям мне надо надеть очки ой девчонки жидко супер кроме соли да еще в придаче чуть-чуть чуть-чуть соли а если бы еще бы ее посолить на берите сковородки на медленном огне под крышкой ну крышка такая не конкретная а дырявая крышка я как-то показывала свою крышку дырявая крышка такая м-м-м м-м-м видите какой сладкий м-м-м ледень видите какой купила всякий вот этот салат который обычно покупают все вот он какой-то вот все равно зимний он какой-то домороченный такой слабенький-слабенький я вытащила посмотрела на него потом этот покрепче немножко взяла этот солистик дерево Анжела Югай, прямо первая у меня стоит. У меня родители прожили 50 лет, и когда ушел папа, я спросила у мамы, а ты сможешь жить с другим? Ответ был мамы, никогда ни с кем жить больше не буду. Почему-то мама говорила всегда, это глупо на старости с кем-то начинать жить, похоронив мужа. Ну, это как бы не вопрос, Анжела, я что вам могу сказать? У мамы свой взгляд на жизнь. Просто я удивляюсь, что вам уже все-таки, как говорится, я вроде бы как бы вам 50 лет, да, с чем-то там дальше было, до 50 лет ты уже своя точка зрения должна быть. Ну, у каждого человека, конечно, по-своему. Ну, молодец мама. Как, как говорится, какой у нее взгляд, это, значит, такая она. У кого-то другой, у кого-то такой. Ну, люди разные мы. Так, Ольга Глухова. Привет, Оля. Можете приезжать с мужем в гости, хотите в Москву, хотите в Карелию летом. Главное собраться. Да, Оля, самое главное, конечно, собраться. Но с мужем, знаете, это не так просто. С мужем это же, да еще с таким, как мой, он всего стесняется. Вот в гости для меня ездит, да, но здесь не меняется, как с ребенком. Ну, в Казахстане мне от него покоя не так. Я на каждом его шагом это самое. Ну, там дети как-то легче. Ну, так же, знаете, Ольга, сначала вы приезжаете, а потом я. Я все равно, чтобы с мужем приехать, да, сразу это не так просто. Ну, приедете вы, например, я присмотрю, сюда-сюда. А потому что своим мужем непросто. Так. Так, Олечка, спасибо, конечно, за приглашение. Валерия Хохалова. Здравствуйте, Оля, покажите, пожалуйста, как готовить гороховый суп. Очень аппетитно смотрится. Ну, вы знаете, хотя можно не снимать. А, нет. Гороховый суп, как мне говорили, готовится. Я вот приготовила вот из такой банки. Вот. Вот такой, вот он бывает такой, и бывает банка меньше. Узенькая такая, высокая. Ну, наверное, понимаете, у нас тоже же бывают и такие банки, и поуже. Вот. Вот сколько объем банки, да, вот он где-то витр или нося, столько и воды надо. А там вот это все вот такое густое и зеленое. Он уже как готовый суп. Ну, вот они как варят, да, они, мать еще мне говорила, надо воды вот столько же, как объем банки. Водички. Потом туда, я как поняла, они бросают фарш, если хотят с фаршем. А то можно и без фарша. И вот этот суп. И все, готовый суп. Ну, я сварила на этом, я поставила этот антрикот, кусочек у меня, последний, кстати, был в морозильнике. Я его хорошо сварила, но антрикот я поставила и сразу картошку. И вот оно у меня, когда вот это мясо было готово, ну, картошку я раздолбила, как обычно. Да и даже его не надо, он сам разваливается, картошка, потому что долго варится. Все, потом этот суп положила, его вообще долго варить не надо, почему он готовый. Потом добавляю, добавила лучок, лучок мелко-мелко надробила. Ну, предварительно, когда бульон варила, я лаврушку скинула. Вот лучок и чеснок, и все. Получается такой густой-густой суп. Вот они финны, да, все супы. Вот мать мне говорила, если будет жидкий, муки добавляйте. Ну, как мы муку добавляем, да, когда это, подлив делаем, чтобы он такой вязкий, густой был. Вот. Они любятся такие. Им надо, чтобы суп прямо был как пюрешка. Такой вот, ну, как жидкое пюрешка. Ну, вот, а я вот, я так сварила, как сварила, вот такой суп. Ну, вот, честно говоря, да, вот этот зеленый горох или что, да, мне вкус больше нравится нашего. Вот мы, как в Казахстане, варили гороховый суп. Там вот как-то, я не знаю, в чем разница. Может быть, потому что там уже сухой горох, тот суп вкуснее, я думаю, гороховый наш. Там, действительно, у нас же надо горох долго-долго-долго варить. И мы его варим как суп, чтобы хлебать было и все. А если вот таким способом сварить, чтобы вот гусло, да, нашего бы намного вкуснее было. Вот, единственное, знаете, вот еще один... Ну, вы знаете, вы не знаете, вот наш горох же долго варить надо. Ну, его можно предварительно замочить, да? Я иногда даже свечи разомачивала, потом он быстро варился. А еще можно не замачивать ничего, а вот в этом блендере расколоть его. Ну, все, и он быстро сварится. Вот. Вот такой у меня. Ха, в другой возле какие-то нету. Ну, это потому что вот готовый суп. А я все хотела нормально горох купить здесь. Нету вот именно такого. Помнишь, у нас был такой желтенький и зелененький попадал? То половинками, то цельными. Вот такой горох. А здесь я как-то купила развесной, да? Он был тоже вот такой вот круглый, да? Зеленый весь круглый. Но вкус точно такой же получился, как вот из этой банки. Вот у нас немножко лучше вкус нашего супа горохового. Так. Света Ким. Здравствуйте, тетя Оля. Мне понравилось ваше спокойствие отношения к критике. Спасибо, Света. Не все почему-то так думают. Тамара Ким. Да не говорите, мне тоже 62 года. Хоть так пообщаемся, как говорится, по душам. Спасибо и будьте здоровы. И спасибо, Тамара, конечно. Конечно, пообщаемся и будем здоровы обязательно. Татьяна Реевич. Здравствуйте, Ольга. Хороший мукбан. Мне понравилось ваше платье. Вам идет. Спасибо, Татьяна. Ольга Глухова. Добрый вечер, Оля. Проблема финских платьев, они не изнашиваются. Все хороши. Оля, отлично. Если оденете именно это платье, фигура позволяет. И не должно быть комплексов. Главное, самой нравится. Пеке, большой привет. Моя тетя очень любит финский суп гороховый из металлической банки. По еврику было дешевле, да. Так-то он очень удобно, знаете. Если с фаршем, его приготовить можно за 10 минут. Но вот единственное, что это самое. Ну, он сейчас не... Может, он подорожевал. Я не знаю, сколько в маленькой банке, но этот... Я не помню, честно говоря, цену, но он стоит все равно где-то... Ну, подороже, чем еврик. Сейчас у них по еврику ничего нет. Когда-то было Светлана Федорова. Музыкальный суп. Тоже любит гороховый суп. Да, гороховый, музыкальный. Ну, я не скажу, что любительница его. Муж любит. Он просит его постоянно. Я ему его редко готовлю, но он всегда... Кей-то, хер-но, кей-то, и все. Хер-но, это у них горох. По-сински. Так. Кто у нас там дальше? Как аппетитно, дочек, фрукта. Спасибо. Сатьяна Бобрик. Оля, я постоянно пеку... А, вы про пироги, да, я читала. Длинное сообщение. Но я прочитала, посмотрела. Попробую, ага. Люди, наверное, тоже почитали. Я вам там даже что-то отвечала. Елена Калитова. Вы миниатюрная, красивая женщина, без комплектов. Можете носить все, что душа пожелает. Не слушайте глупых женщин, которые пишут негатив. В конце концов, у вас есть прекрасные дочери, которые плохо вам не посоветуют. Платье и пиджачок очень подходят. А насчет пиратов? Насчет пиратов, да. А, не буду читать. Что-то не это самое. Ну, вот знаете, Оля... Ой, это самое. Елена. Конечно, спасибо за комментарий. Ну, я вот все время на канале хочу, да, чтобы мы переслились на такой стандарт. Ну, не то, что это не глупые женщины. Вы ей в следующий раз так не пишите. Ну, просто у каждого свое мнение. Нет. Конечно, которые вот мнение свое высказывают, но это не из-за глупостей, то, что у них свое мнение. Ну, те, конечно, которые там... Ну, те, конечно. Ну, в любом случае, спасибо за поддержку. Дальше поехали. Анжела Югай. Рыбка супер. Вкусная. Вот вкусная рыбка. Я как вспомню того деща. Вот эта рыба берет тем, что она жирная, да? Наверное, вкус такой вот. Вкусная. Ну, блин. Я помню, когда у меня муж деща наловит, из свежего принесет, и мы сразу жарим. Ой, ну как же это вкусно было. Или это тогда было? Ну, вот, если тяжело, еще вкуснее было. Ой, наверное, бумага шуршит моя там. Анжела, посмотрев, этот мукбанк, я поняла, что вам не понравились комментарии по поводу платья. Ну, извините. И как видим, так и пишем. И не надо так реагировать. Надо привыкать и к хорошим комментариям плохих. Анжела, я вот что-то не поняла. Вы вообще... Вы же странный комментарий написали. Как вы поняли, что мне не понравилось? Вот если человек пишет, да, то к тому не подходит, то надо так, я вполне нормально, адекватно вот эти комментарии. Кстати, даже ваш... Я помню, когда к плачу, вы там что-то говорили, я сказала в любом случае спасибо, потому что у каждого своё мнение. А что мне не понравилось? Как вот... Почему вы поняли, что мне не понравилось что-то? Ну, конечно, те, которые... Ой, да в таком возрасте, да это... Конечно, такое не понравится. Я говорю, человек спокойно выражает своё мнение. Я почему их говорила? Каждый, говорите, вот моё мнение такое. Ну, почему вот это вот кричать, как бы навязывать, как бы вот давать команду, да? Ой, сколько вам лет, да какая вы это, такая дочка. Такое, конечно, не понравится, Анжел. А вы вот посмотрите снова тот ролик, как вот я на ваши комментарии отреагировала. Так, вот я ещё и ещё раз призываю свою команду, да? Ну, коль вы, как говорится, у меня на это... Давайте ко всему относиться вот спокойно. Как будто что-то не понравилось. Пожалуйста. Пишите, что не понравилось, да? Кому не понравилось платье, те и написали. Правильно? Вот. Какое может быть там это самое? Конечно, человек, если там кричит, да сколько лет, да как это... Извини меня. У тебя... Такое у меня другое мнение. Так. Комментарии не должны быть плохие. Комментарии должны быть хорошие, но они могут быть положительные, могут быть отрицательные к данной теме, которую, например, я показала. А зачем плохие комментарии? Плохих не должно быть комментариев. Конечно, если плохой комментарий, я удаляю его, и все. Люди совсем неадекватные уже, вы знаете. Так. Ольга Шарапова. Здравствуйте, Оля. Приятного аппетита. Каждый человек и удивительный. Прислушиваться к мнению людей надо, но как вам поступить или что надеть, это ваше право. Ну, правильно. Ну, правильно, Татьяна, вы мою мысль подтверждаете. Писать в категорической форме, я считаю, это неправильно. Вот. Ответ вам, Анжела, как раз. Ольга, не переживайте, под цвет пиджачка обувь, и все будет. Я так и хотела. Я, кстати, хотела под цвет пиджачка подобрать обувь, а вообще дети вне платья ничего не видели. Я должна была приехать с этим, ну, как бы, это, но не приехала. Естественно, без платья я приехала в тот год в январе на пухорные сестры. Так. Так. А, ну, здесь насчет мамы-отличника. Ну, я даже, знаете, уже сказали, я смотреть даже не буду такую, даже не хочу. Мне достаточно, что я текст смотрела до поры до времени, потом аж... Так. Спасибо. Спасибо, Татьяна Шарапова за понимание. Конечно. Так. Алина Челябинская. Добрый день, отличного вам дня и хорошего настроения. Заходите в гости, если что, я остаюсь с вами. Так, Алина, я вроде смотрела там... Спасибо за комментарий. Я заходила к вам... Вот уже сейчас не помню, что я там видела, но зайду еще посмотрю поконкретнее. Так. Татьяна Кимдова, времени суток, Ольга, приятного аппетита вам. Вы не... А, ну да, я на ваш вопрос ответила, да. Так, Ирина Ан. Здравствуйте, Ольга. А, по отчеству вы Георгиевна, фамилия Ким. Вот ты, 55 лет. Вот ты, Ирина Ан. Да, получается, неполная тезка моей дочери. Ну, я там в Алма-Ате целая, целая эта семейка, целая, можно сказать, такая куча родственников. Моего мужа живет в Ановске. В Аксайе. Старший брат Григорий, он вот он где-то наверху. Как там этот, я уже забыла, как называть, он там в доме. Там в Аксайе еще остались Мирон, Лариса. В общем, если у вас муж Ан, я уже так и так сопоставляла, среди них Георгия, а, это по отчеству Георгиевна. А кто ваш муж? Ну, если вы в Ановске и где-то живете, корейцы же по Ановске, это же один. При этом корейцы в Ановске, которые на автомобильных запчастях, там в Аксайе живут, там забыла, вот это вот, наверху, этот район, где Гриша живет. Короче, это вот родня моего мужа, Ановский он тоже. Муж, я тоже по мужу Ан, по отцу Цои. Спасибо, что написали, спасибо, что смотрите и ждете. ой. Созьяна, бобрик. Шорты надеваете. Да, конечно, в дорогу, тем более, всегда в дорогу еще поудобнее. Но в Финляндии больше носят брюки. Брюки, ну не то, что брюки, леггинсы, джинсы, леггинсы, ну сейчас же все вот такие обтягающие наденут и все. Футболку и обтяжку, одна каждая, как и везде. Нина Вифлемова. Привет, Оля, мне тоже ваше платье не понравилось. Это мое мнение. А суп горохов очень вкусный. Вася любят, уважают. Банк вообще ужас, какие злые люди. Не, Нина, в основном-то люди свое мнение, кто высказался, все нормально. Это не от злости, это вот единицы, которые там, да. Да, ну не нравится, конечно. Что скажешь. я тоже не скажу, что оно мне сильно нравится прямо. Купил его, но вообще, если честно, вот я ролик посмотрела, и вот так его дома, когда я одеваю, вот так наяву оно намного лучше смотрится. Вот в ролике как-то вот фигура какая-то расплывчатая, знаете, а на самом деле вот лучше натуральнее лучше смотрится. Но дело не в этом. Вообще, это платье уже я ни на какой юбилей не одену, так уже и пролежит. Может быть, это самое. А так, на самом деле, я теперь уже все, время прошло, уже мне 65 лет, и я юбилей исправлять больше не буду. Я так сама решила, не надо мне никакого юбилея. Ну и сестренка мне говорит, ой, Ольга, не исправляй. Корейцы говорят, как справят юбилей, это как подведение из итогов потом, говорит, уходят. Короче, не буду. Ну и как-то нет желания. Я вот уже тут живу, как бы, в Финляндии, да, у меня взгляд на жизнь сильно поменялся. Ну вот, ну не знаю, ну что вот этот юбилей дает? Ну вот абсолютно ничто. Если уже тут сильно твой день рождения тебя почитают, ну, возьми в кругу семьи, близких друзей и отметь. ну вот это вот там, ну это, там, шум, гам, народ, ну не знаю, я вот просто была здесь на одной свадьбе в Финляндии, как все просто, легко и нормально. Без всякой помпезности. Вот. Так что юбилей я больше не хочу. Не буду справлять, буду жить вечно. Короче, сто лет справлю юбилей только. Так, Эвита дуарти, 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 или дуарти, Эвита. Так, добрый вечер, какая у вас пенсия? Вы живете на деньги мужа или делите на двоих? Спасибо. Эвита, короче, моя пенсия, да, я говорила, вот последний мой пост, мой вот, Мукбанк, посмотрите, последний или самая дальше предпоследняя, там я говорю, потому что как бы это самое. А пенсия у нас у обоих, у меня и у мужа, и мы живем на две пенсии. Так, вот тут один ответ. Наталья Наталья Артлиев. Оля, к этому платью нужен какой-то другой верх, имея в виду пиджачок в тон платью или туфли. Ну да, я хотела туфли под цвет такой купить, потому что я хотела их там, в Казахстане купить, здесь выбора вообще нету в этом плане. Я говорю, здесь как культа еды, так культа одежды нету. Что там? Да еще, видите, уже же не могу каблук, например, даже одеть. Тяжело подбирать, это надо на какие-то туфли, такие, чтобы они были на низком. Бумагу даже вытяну, сейчас шумеет пить пить. подобрать туфли надо, это же некрасиво будет. Ну, в общем, туфли я хотела там, в Казахстане подобрать. Анжела опять. Здравствуйте, Ольга. Извините, если мое комментарие вам не понравилось, но лучше сказать правду, чем что я? Лучше сказать правду, чем мстить. Даже если это было куплено на 60 лет, это не по возрасту, мне 53, вешу 54, могу одеть то, что открытое. Одеть то, что-то открытое, но я не позволю такое. Я могу одеть что-то открытое, но я не позволю такое. Но белье корейцев одевает национальную одежду, конбок называется, почему у вас был такой выбор на такое платье. А дочки куда смотрели или они одобрили странно. Ну, дочки, во-первых, не видели этого платья, во-вторых, они бы одобрили, я больше, чем уверена. в-третьих, это самое, мы, это вот в нашем кругу вот сколько было это самое юбилеев у нас, ну, в основном в платьях. Ну, одевают, конечно, кстати, вот аксайские корейцы, я как-то ходила, они надевают, сначала выйдут вот это в корейском платье, а потом переодеваются быстренько, потому что в нем неудобно же, а для чего его покупать, он еще таких денег стоит неприлично, да, чтобы вот показать, да, что вот я кореянка, да, потом пойти переодеться, во-первых, во-вторых, моя родина Казахстан, я родилась в Казахстане, чисто по национальности, по этому признаку я отношусь к корейцам, да, кореянка, но это просто историческая родина, не означает, что я вот прямо в кровь прямо такая кореянка, но я нет, у меня нету такого, да, вот сильно вот такого корейского прям менталитета, так что для меня это не проблема, если бы я его не одела, этот он бог, некоторые так, тоже не все одевают его, уже рисела, блатайсави, вы странно пишите, могу надеть открыто, но такое бы не позволило, что вы в моем платье видели такого, что себе не позволили, ну, что, а что можно еще открыть, вам не понравилось, что я плечи открыла, да, лучше бы вот грудь открыла, вот так, очень интересно вы, Анжела, рассуждаете, ну, опять-таки, вы это вы, это ваше мнение, я с вами спорить не собираюсь, ну, вот так вы не могли себе позволить, а я смогла бы себе позволить, понимаете, больше другого я вам ничего не сказала, если бы я его даже себе позволила, это абсолютно ничего не означает, что я там вульгарщина или что-то, ничего в этом такого нету, нормально платье, ну, смотрите, вот прямо под шею все закрыто, просто плечи открытые, ничего зазорного там нету, а дочки у меня современные, дочки современные, они бы не позволили выху, еще бы подобрали там чего-нибудь, может быть, туфли, там, что-нибудь, это, чтобы... дочки нормальные, они не мои же судей, чтобы мне что-то позволять или не позволять, так, кумышеву, вы мне сказали, что мне тяжело произносить, называйте Лола, я забываю, понимаете, что-то имена, когда вот так не написано, в общем, Лола, добрый вечер, а, ну, вот вы здесь пишите, что тяжело называть ваше имя, просто Лола. Так, национальное блюдо, ну, национальное блюдо, вот, у Фина самое первое, что у меня на ум пришло, это лохи кейта, у них же рыба, от лохи кейта, а праздничное, это у них, я не знаю, как праздничное, они же, вот у них, например, на Рождество положено рисовую кашу молочную, молочная рисовая каша, и к нему специально варится сладкий этот, делается, короче, из чернослива, типа, как кисель из чернослива, и вот добавляют в эту кашу, как бы, сверху, и вот так кушают рисовую кашу, и кинка, это вот мясо свинина, вот так спрессовано в такой большой этот, ну и потом его варят или в духовке, я вот, честно говоря, не знаю, ну и потом вот так разрезаешь, и вот, ну как бы, вот, мне кажется, кинка, и вот каша вот эта рисовая, а вот таких больше блюд я не знаю, я, к ним же ходишь, они никогда ничем не угощают, у них же нету такого, вот на день рождения на Библию пришел, торт и кофе, торт, кофе, все, в основном, сколько я ходила, а когда ходили на Рождество, вот на католическое Рождество, к матери, когда мама живая их не была, они вот нам давали рисовую, чашку рисовой каши, и потом на столе обычно стояла кинка, а так у них нету, чтобы там стол ломился, и ты пришел, и нажрался, ну так, так, Валентина, вот, 6 часов назад, а вот это не мнение, а, вот это не мнение, а так нас учили, что когда я ем, я глух и нем, правда, что не очень-то неприлично, правда, что очень неприлично кушать и тут же вести эфир, это просто неуважение к подписчикам, можно показать ваше меню, а потом спокойно покушать без нас, приятного аппетита, так, Мукбанк это, как там, Мавс, Валентина, Мукбанк это, именно такой, как вам сказать, в Мукбанке, вот именно едят, вот это его предназначение, это вот именно едят, это, в нем даже и болтать не надо, просто кушать, и еще и кушать, не просто кушать, а вот чавкать, там, вот, вот это вот все, это вот, такое, такое предназначение, Мукбанк, как бы, и много кушать надо, туда-сюда, а вот русские Мукбанки уже вот сами ввели такую тему, чтобы болтать, разговаривать, если я не буду кушать, да, никто меня служить не будет, ну, на Мукбанк люди приходят, чтобы посмотреть, ну, вы пока, видимо, не понимаете, не смотрели Мукбанки, другие, посмотрите, как там кушать, особенно индийские, как это, так, по профессии, я ответила, кто я по профессии, вот, и, галлина Венеция, вы тут предлагаете пошить нежную, прозрачную, мягкую, со складочками, блузку с рукавом, салатного, салатного, светло, салатного цвета, одеть под платье, нарядно и удобно, мне так кажется, будет супер, всего вам доброго, хорошего, ну, может быть, согласна, конечно, вариантов много разных, может быть, оно и было бы классно, но просто меня уже, как говорится, я, я же уже сказала, что больше, уже не буду юбилей делать, ну, ну, такие, ну, конечно, новым подписчикам, новым подписчикам, всем большое спасибо, что подписались, я смотрю, в этот раз, немножко добавили все подписчики, благодарна вам, если вам нравится, как говорится, мой канал, подача, моя подача вам, моих, моего, моих мукбангов, вот, на этом, наверное, уже времени много, девочки, там, кто-то, а, Лола, кажется, вы написали, что потеряли меня, это я не ошибаюсь, вы меня не теряйте, почему-то вы на каком-то другом посте даже написали, если что-то это, на последнем, Лола, пишите, а почему вы теряете, Лола, вы это самое, это, не знаете, что ли, как искать, вам, во-первых, вы же, у вас же свой канал есть, потому что вы пишете сообщения, не пишете, вам туда должно, поставьте оповещение, и вам будет приходить оповещение, когда выходит мой мукбанг, а так, девочки, чтобы меня не теряли, я через день, я через день, потому что каждый день мне сложно, а через день я постараюсь выходить, ну, в основном, я вроде бы придерживаюсь этого режима, через день выходить, вот, так что, все-таки я всем, всем, всем благодарна, за то, что смотрите, за то, что пишете, за то, что ждете меня, мне нравится, что у нас такая, такое, собралось хорошее общество, добрых, отзывчивых, умных людей, всем, всем большое спасибо, пишите, спрашивайте, и все, старайтесь на последнем мукбанге, потому что, если где-то там, я могу затерять, вот, такие, если кого-то пропустила, по новой задавайте, потому что это тоже мыть, может быть, и вот эти помидорки сладкие, может быть, и такое, все, будем прощаться, всем, всем здоровья, удачи, и, завтра понедельник, начинайте со свежими силами, с новым успехом, всего-всего доброго вам, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok